В 96-м году, когда возник музей, у меня до сих пор стоит папка прессы. О культуре писало 72 издания. И это только московские. Это не считая того, как процвела вся провинциальная пресса и так далее. Время 90-х – это время прессы, конечно. А вон Мамонов-то, посмотри, новый герой времени. И это же знаменитый «Такси-блуз», который на Каннская премия у Паши Лунгина. Мамонов первый раз актер, и он становится героем нового времени. И, собственно, весь фильм «Такси-блуз» о том, что тот, кто был ничем, тот станет всем. То есть вот эти маргинальные элементы вдруг становятся героями нового времени, а все, кто были, казалось, царили, они как бы сваливаются и пропадают. Вон Мамоша кричит. Он без луков мог, как представить, 90-е невозможно. Есть просто абсолютно гениальные, шедевральные лица, потому что все заразные. И вот мы первый раз понимаем, что у нас не единая общность советский народ, а что эта общность ужасная, разная. Казаки, комсомольцы, я вот эту бабку помню, потому что я в начале 90-х снимаю фильм про женщин. А что такое счастье? Я веду диалог с колыбельной Дзеки Вертова, где женщины, все говорят о счастье. И коммунисты, а они там бесконечно митингуют, они очень агрессивные. Но они очень агрессивные были, там снимать было нельзя. Я думаю, ну как же мне стать с ними своим, потому что как-то мы выделялись. Я нашла пионерский галстук, где-то в каком-то мешке рухляди, который надо было вытянуть. И одела пионерский галстук на камеру. Мы стали любимыми друзьями, вошли в полный контакт, беседуем. И вот эта бабушка мне рассказывала, что, наверное, они не пойдут митинговать за юбилей сталинской конституции, потому что погода плохая, а расценки те же. Это было гениально, понимаешь? То есть кто-то митингует, ну вот явно совершенно, да, кто-то из них митингует по воле сердца. Одни за ложку, другие против, одни за Ельцин, другие против, кто-то за Ленина. Длинноволосые, хипы, казаки, вообще непонятно кто, да, они все оказались разными. Вот этот вот момент в социальных сетях еще нет, но оказалось, что есть группы по интересам. Ну ты посмотри на этих ребят, ну ты сравни вот эти лица и вот эти, и они и есть советский народ, у которого было единое коммунальное тело, коллективное. Он вдруг развалился и оказался вот такими лицами, вот такими лицами, вот такими лицами. И это абсолютно гениально снято, потому что мы вдруг выяснили, что мы разные. И удивительное бесконечное количество, причем здесь нет ни слова про секс, здесь есть слово про любовь и про какие-то вот невероятные желания быть вместе. И, конечно, не видит эту фотографию Грета Тунберг, понимаешь? Грета Тунберг не видит. А помнишь эту песню, которая везде гремит, перемен, хотим переменами, переменами, ждем переменами. И эти лица, которые смотрят, они все смотрят куда-то вверх и вперед. Они все-таки смотрели в это будущее. И они прижимались друг к другу для того, чтобы в этом будущем выжить. И надо сказать, что... Прости, сейчас уже тоже такое количество фанатов. У кого это знаменитый поцелуй? У Дуанон. Это прямо вот... Да, но только проблема в том, что поцелуй Дуанон знаменитый. И Мухин знает Дуанон. Знает, он рассказал, он знал. Он на ярмарках, которые появляются в 90-х, появляются книжные ярмарки. И начинают приезжать западные издательства, и они показывают фотоальбомы. Он говорит, но прикоснуться было нельзя, но можно было через голову вот так наклониться. И увидеть, что, оказывается, фотографии печатаются в роскошных альбомах. И он видел Дуанон. Но проблема этой знаменитой фотографии, вокруг которой была куча споров, она полупостановочная. И там все предъявили права, потому что, когда фотография стала знаменитой, то там даже женщина, чья собачка попала в кадр, потому что там тоже несколько вариантов, она тоже предъявила права на свою собачку. Можно ли ее снимать? Понимаешь? Но я считаю, что Мухин снял гораздо лучше, чем Дуану, потому что Париж – город для поцелуев. Я считаю, что Москва – город для поцелуев. Вот наш музей – город для поцелуев. Место для поцелуев, потому что я ни разу не видела, чтобы в центре Помпидо целовались только сколько у нас музей. Вот так же нежно, как у Мухина. А это уже чуть попозже, посмотри, шубы, шубы появились, да, все горит. Вот огоньки в Москве были. Они были с большого, вот это елка такой. Да, всегда было. Слушай, я тут выяснила, что фотограф Бергамонска, нет, фотограф Левицкий, который, оказывается, был внебрачным сыном какого-то сенатора, знаменитый Левицкий, это XIX век, знаменитый фотограф-портрет, который снимал четыре императора. Анашко, и еще последнего императора Франции, и все его семейство. А это Кушкинская вратильная, как Макдональдс, видишь, это дом, где Макдональдс прямо Акушкинская площадь. Что он усовершенствовал фотокамеру и придел к ней меха от русского баяна, от русской гармошки. Вот это для меня было открытием, понимаешь? Ну, а здесь ты посмотри, это же потрясающе. Ельцин, кто сегодня помнит картонного Ельцина, который стоял везде? Это же было счастье для всех прикоснуться. Здесь у него с ногами какая-то проблема. Видимо, он уже не первый день стоит, потому что видно, что вот низ ног там немножечко что-то такое отслоилось. Но все же снимались, герой времени был, а потом мы видим митинги. Сначала все требуют, чтобы он был, потом все, слушай, коллективная психология – это всегда проблема. И посмотри, каким образом, вот то, что называется многоукладность, да, бабулька, которая шерит в помойке, а эти такие уже благополучные, появляющиеся в средний класс. А это вообще исчезнувшие надписи, помнишь, вот это все же было, такой стиль был в Москве. И посмотри, и все происходит на фоне домов, которые находятся в стадии реконструкции, перестройки, все ломается, все мостовые у нас, кстати, сказать, первые булыжники стали класть. А вот это уже наступает эпоха гламура. Ну, ты посмотри, и платьица, и сумочка, вот здесь вот это все стерленно являетесь. Это все так, видишь, это перегидроль, первые стилисты. Да, я обожаю этот кадр. Костяне за Россию. Здесь вообще ничего не я передавал. Это непередаваемое счастье. Я не говорю, что они сидят сейчас на месте парка «Зарядье». Да, конечно, да. Но у них взгляды фантастические, да, там торчит то, чего уже не будет торчать, кстати, тоже в своем роде памятник архитектуры определенного времени. Это Мухин напомнил. Мы же начали программу «История России. Фотографии» в 97-м году. И вот я решила собрать десант и послала почему-то всех краснодарских крайних. И я помню, как я у кодека попросила пленку, которая была дороже вообще, не знаю, золота. Мне дали очень много пленки. И человек, который у меня этим занимался, он как бы отвечал, ну, как фотограф, художник. И у меня был гениальный совершенно фотограф, который решил забрать. Он просто забрал один семье, запас пленки на хорошее фотоагентство. И он пропал. Он пропал. Мы его искали через ФСБ, через, я не знаю, на вертолетах и так далее. Дело жизни было снимать Краснодар. Мухин тоже ездил. Я сначала сказала снимать все. И потом оказалось, что Мухин будет все равно снимать только молодежь. Щеколдин только стариков. Как только они встретятся, вообще, да, Щеколдин, попадая в роддом, теряет просто резкость. Потому что это для него неожиданно. А Мухин снимать стариков не может, потому что у него все в расфокусе. И я поняла, что надо давать задание. Но на самом деле сохранился хотя бы Краснодар. Потому что в это время все снимают Москву и Петербург. Сюда приезжают кучи звезд. Он, Мухин, снимает не хуже звезд. После этого он отснял Париж и попал в Национальный фонд современного искусства Парижа. И ну, посмотрите на эту красавицу. Это одна из моих любимых фотографий. И мы видим эти объявления, которыми было завешено все. Сегодня людям, которые кликают на какой-нибудь там Авито или что-нибудь, открываются все возможности выбрать то, что им нужно. Раньше надо было вот эти отрывные бумажки оторвать телефончик и вспомнить, о чем он. Я помню на Пушкинской гениальный анонс на столбе. Вот то же самое время, середина 90-х, делаю родословные. Можно по бумагам и без. А это же было дико модно, когда ты находил какого-нибудь дворянского родственника. А многие покупали еще тогда, помнишь? А многие покупали родословные. Учего было тебе за общество там ту силу в квартире. То есть все ищут новые идентисти. Вот они ищут новые идентисти. Слушай, а скажи мне, а у тебя какие новые 90-е? Вот какие твои 90-е? Какие мои 90-е? Что я сейчас вспомнил, глядя на все это? Подожди, я сейчас пройду, и я прямо у меня... Нет, посмотри, мальчики, менеджеры появились. Менеджеры ведь это класс, которого не было. Понимаешь? То есть рамки в Кандинаве до сих пор еще существуют. И там тусят вечно какие-то посольские иностранцы. Это арка... Вот Макдональд здесь, первый, в Пушкинске. Это вот арка сюда идет. Это что хочешь сказать, что это до сих пор существующая вещь? Да, ресторан существующий. Ну, вывески уже такой нет, но ресторанцы в Кандинаве до сих пор существуют. Я не знала. Конечно, да-да-да. Это он такой... Там свой какой-то микромир есть. Сейчас это все выглядит гораздо приличнее, непонятно все. Но вот эти, ты сейчас сказал про отрывающиеся объявления, а у меня прямо... Я вспоминаю газету «Из рук в руки». Помнишь, такая была? Была. Это тоже с объявлениями со всеми. От раздела знакомства до раздела куплю. Это все, что сейчас... Куплю-продам, да. Я подменяю. И если мою первую квартиру я искал именно по объявлениям из газеты «Из рук в руки» просто. И главная задача была купить ее накануне ночью, потому что тогда ты раньше других звонил по этим объявлениям и опережал других. Если ты хотел посмотреть квартиру, я как раз там ее разыскивал. Ну, конечно, эти таксофоны, потому что это самое главное. И пойти в какой-то, в 91-й год, чтобы дозвониться родителям в город Апатит, и ты идешь на центральный почтамп, заказываешь переговоры, сидишь, ждешь, мобильных телефонов нет. Первые пейджеры, это какой-то там, 94-й. У меня первая мобилка возник в 96-м. Это я помню. Я долго протестал. Вот такой величины, вот такой. Это был второй подарок моего мужа, потому что первый подарок, который он мне сделал в 91-м году, это был факс. А второй подарок, когда я начала делать Бьеннале, вот первое фото Бьеннале от 96-й год, в этом году 13-е. Это, знаешь, делаем мы программу. И мне не нравится. Мне цифра 13 не нравится. Я думаю, ну что ж такое, что-то не так. Ну и вот мы в закрытом зале, да, у нас 9 проектов, они все гениальные. Ну вот бег времени у нас прервался на коронавирус, мы его, конечно, продолжим. Но я помню этот огромный мобильный телефон, это был не знаю что. Но мы реально все жили вот так. А я жила в Ясенево. В Ясенево у нас там есть фотография гениальная. Сорокин, молодой, стоит на своем балконе в Ясенево. Это работа Рыбчинского, да, новый реализм фотографий. Эта фотография стоит. А я жила несколько домов рядом. А еще как бы у профсоюзной, у метро, нет, у метро Беляева, прям недалеко жил Пригов. Но там вообще все жили. И вот мы, чтобы позвонить друг другу, надо было выйти на улицу. У нас таксофон стоял прямо рядом с такой лужей в овраге. Там бесконечные комары. Причем они мутировали зимой и летали вот такие вот обросшие мехом. Просто планировали. И ты ждешь, 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 потом заходишь в эту жутко вонючую будку. И вот эти 15 копеек, они были просто, не знаю, это была главная валюта жизни. Потому что надо было дозвониться ко мне. И как-то мы все были в сообщности. Посмотри, Малбра появилась. Да, это, конечно, тем более это реклама. И мне кажется, что даже люди, которые были наклеивать рекламу, потому что они были настолько яркие, что тебе казалось, что даже если у тебя реклама будет висеть на стене в офисе, это добавляет каких-то красок в твою жизнь. Но, во всяком случае, так казалось у молодежи. А вот скажем, кто сегодня помнит, как мы бродили по этой перекопанной Москве? Нет, вот это у меня сразу ассоциация, потому что это сейчас, это Тверская, здесь Риц, отель Риц, а это угол. И здесь ресторан Прага, куда не зайти. Но получая стипендию, мы могли раз в месяц пойти и купить себе пирожное, берлинское пирожное. Подожди, там были берлинские ватрушки. Ну вот эти берлинские ватрушки. А я заходила сюда, потому что мой спецпсихологии был за. За, конечно. За национальным, потому что здесь когда-то был национальным. Слушай, вы как долбили, так и долбят. Все ремонтируют, все их копают. Это было просто символически, потому что реально новое время, вся Москва перекопана. А вон там просто переход, понимаешь, как будто из 90-х в 2000-е все пошли. Вот, это, конечно, вот это у меня сразу это все какие-то впечатления. Я надо, посмотри, какой галстук. Ты посмотри, разве такие молодые люди ходили до этого? Нет, но он какой-то крутой, видишь, у него еще что-то, какой-то бейдж-ресит, который даже не снимает, потому что он понимает, что это его отличает от других. Я думала, он прям совсем отличается. И Москва, которая вся закрыта строительными лесами, а это новые герои нового времени, ты посмотри. Конечно, это... Я помню, что я делаю какой-то репортаж, и меня отправляют на заседание клуба «Монолит» такой, значит. Это я тоже помню, я была в «Монолит». Там какое-то членство стоило немыслимых денег. А меня взяли просто за честь. И мне нужно было делать какую-то светскую хронику, меня отправляют в этот «Монолит». Я впервые вижу Ростроповича, Вишневскую, какой-то вечер посвященный в их честь. Дальше я еду с ними в машине, делаю этот репортаж, посвященный... То есть это прям целое вот разделение общества. Одни вот так болтаются по улицам, какие-то бездомные дети, тут же красивая светская жизнь в клубе «Монолит». Да, это... Я тут и посмотрела, разброс газет, разброс праздников. Да, да, да. Вот сейчас представишь, что такое количество, это просто... И все на развал, нет, сейчас-то просто газет нет. Сегодня такое же количество телеграм-каналов и всяких новостных агрегаторов. А это какая прелесть. Ну ты посмотри, и мода, мода гениальнее. Нет, и обрати внимание, что у всех пластиковые пакеты. Это главный шик, понимаешь? Это главный шик. А ты помнишь, как мы их стирали, сушили, когда нам перепадал пластиковый пакетик, надо было его хранить. Сейчас модный аксессуар, вот эти вот, снова веревочные обойски. Да, это вот... Они у нас как раз на другом этаже, на фотографиях Рыбчинска, 80-е, 80-е. А сегодня это модный аксессуар. Привет, Греть Тунберг, тоже. Ты посмотри. А вот этот обмен валюты, на каждом углу этот обмен валюты, где тебе обязательно что-то не дадут, поэтому есть какие-то свои прикормленные точки, потому что тут на 2 копейки больше тебе дадут за эти 10 долларов, которые ты раньше что-то обменял. По-другому не сохранить деньги и не заработать. Но я прям по-другому смотрю на Мухина, когда он в таком количестве, вот это сейчас все мы видим, он, правда, один из лучших тех, кто смог остановить время. Причем это не в сюжетах, понимаешь? Это не в сюжетах, там какие-то криминальные истории, которые происходят, бесконечное количество отражений, которые непонятно, как он ищет. А это Мухин нашел, чем он будет, чем он всех сделает. Потому что Слюсарев уже начинает работать в своей метафизической фотографии на геометрии света. В 96-й год в Москву уже приезжают выставки звезд мировой фотографии. И он долго думал, чего не может сделать мировая звезда. Во-первых, его поразило, что они все приезжают и знают сценарий съемки. Что они не просто ходят по улице и как бы там махают лейкой. Нет, они знают, с какой точки, кого, зачем и где они снимут. Он подумал, а что не может сделать западный фотограф? И он решил, что западный фотограф не может ждать, когда лучик света правильно ляжет. И вот надо было рассчитать движение Солнца, когда появится вот эта фантастическая геометрия света и тени. И работая в этой серии вот этим светом и теней, здесь вообще ничего нет, собака стоит. Абсолютно гениальная магическая фотография. Надо было поймать, когда все вот так засветится. И он решил, что он будет ловить свет и тени, там целая серия, да, свет и тени. И в общем и целом это же 90-е. Вообще я не помню, я времени не помню, потому что мы его с такой скоростью пробежали, я только помню, как я испугалась. Потому что во время пуча 91-го года я побежала, я его снимала на кинокамеру, и я побежала заряжать батареи в метро, потому что денег не было, я как раз меняла все, что мне дали, как проршат, 6 тысяч долларов, мне дали в Женеве на телевидении Свис Роман. И так я обменяла миллион долларов потенциальные, потому что Вольский предложил World Economic Forum нам взять миллион рублей. И через 4 года узнала, что это был миллион долларов, потому что о том, что есть курсы, я не знала. Никто не понимал, как мы будем жить. Вот этот свет и тень, вот эти два времени, которые соединяются, вот эти прелестные уже девушки, а здесь бабулька, которая собирает бутылки, и ты помнишь, что это был куча народ, которые жили только сбором стеклотары, потому что ее можно было сдать. Вот это время наступило, и каждый ищет, куда он пойдет. А я вспоминаю, значит, я еще ни на какой ни наставке, на телевидении. А ты когда на телевидение попал? 91-й. То же самое. 91-й на практике. И вся страна смотрит, богатые тоже плачут. Это мы все смотрели. И Вероника Кастр приезжает в Москву, и она приходит на интервью к Листьеву, тогда у нее была программа, значит, и мне говорят, а я на утреннем эфире кофе разношу. И они говорят, кто приведет, знаете, Веронику Кастр, как ее достать. И я бегу в ту... Она заканчивает улицы, она выходит из студии, я падаю к ней на колени, я говорю, сумоляю по-английски, только меня сейчас возьмут в штат, если вы придете. И она говорит, конечно. И я ее беру за руку, и понимаю, что вся полиция расступается без пропуска. Мы идем не по подземному переходу, потому что неловко ее вести, там такой ужас, а по улице, и троллейбусы останавливаются, люди... Это же было все это. Даже я смотрела, делая маникюр в передмачерке. Люди аплодируют ей, машины, все выскакивают, значит, и я прямо чувствую, знаешь, что я тут впервые в жизни звездой, потому что я ее веду на утреннюю программу просто в качестве там вообще никого, понимаешь, администратора. Я вообще приведу, посажу в кадр, и меня возьмут в штат. И потом я такого чувства больше не испытывал никогда, за исключением, прошло, то есть там, как это, 93-й, проходит время, и 2016-й, 17-й, 18-й год в Москву приезжает танцующий миллионер Джан Лука Ваки, и после эфира у нас в ток-шоу я веду его в ресторан Доктор Жвага, про который мы говорили, и вот это у меня возвращение для дежавю, мы входим с ним, и люди, вскакивающие за столов, и они понимают, что он материализовался из Инстаграма, понимаешь, к ним в ресторан, и они вскакивают, начинают аплодировать ему обниматься, и у меня вот такой клик, что я в 93-м с Вероникой Кастер рядом. Тебя взяли? Тебя в штат взяли? На четверть ставки зарплаты 2 рубля 56 копеек. Яна, слушай, это же была победа, то есть она все-таки сыграла решающую роль в карьере Малахова. Вот, я сейчас увидел это фото и мысленно вернулся, это какой-то тоже 91-й там что-то такое вот. Это вот Юрий Михайлович уже в 96-м, он уже хозяин города, и вот он так реально ходил по улице. Да, да, то есть он ездил, то есть он не то, что знаешь, я его из машины, то есть и троллейбусы, им всегда знали, что он может остановить машину, зайти, все проверить, сейчас он всех построит, и поэтому вот на этом ощущении, что он всех построит, но женщина ему может сказать, пошли быстрее, там, да, а я только что из квартиры Веры, я прям помню, как сейчас она мне показывает акварели одного из кукрениксов. Ой, а, кукрениксы висят там наверху, вот знаешь, вот как все связано с этой жилищиной, и прямо вот, потому что для меня кукрениксов всегда были такие наши плакаты, а здесь такая нежная-нежная акварель, да они были интеллигентные люди, вот эти мы сейчас посмотрим, это были интеллигентнейшие, тончайшие люди, они не только снимались в постановочных кадрах, показывая очередной плакат, они были, в общем, интеллигентные, конечно, из таких, знаешь, всяких мелких, маленьких, смотри, Филиппа Киркорова, начало карьеры. Ой, какой он здесь молодой, а это ансамбль «Москвичка», между прочим, это знаменитые барабанщицы, которые тоже не обходилось ни одним, и практически ни одно шоу, мы их тоже вызывали раз, я помню, что они были как родные, но как они назывались? Конечно, ну, а это символ времени, это обязательно, то есть это, наверное, какой-нибудь август, потому что это васильки, это лето, вот это, знаешь, какой-то июль-август. Которое сейчас запрещено продавать любимые мои цветочки. это вот прямо вот из... А вот Гидольча Габбана черпает свое вдохновение, понимаешь, вот в этих платьях, это же прямо, вот, посмотри, это какой? 95-ый, понимаешь, вот их. А трафарет, это был трафарет у каждого школьника, такой, понимаешь, вот этот, чем она сейчас тут пишет на стене, вот этим трафаретом, имейте такой трафарет, чтобы фломастером обвести, сделать красивую, написать, я помню. А все время кажется, что это кино, и что тебе хочется представить, что было до, и что было после. Все-таки Мухин удивительно кинематографичен. Вот такой вот стоп-кадр сделать, вообще никому непонятны какие-то подростки, и куда-то они смотрят, но в этом столько напряжения совершенно. Слушай, а когда... Я же помню, как мы с тобой познакомились, ты помнишь, это 96-й год, первое московское фото-биеннале, и ты у меня берешь интервью, и оно было долгим, и очень классным, и после этого, я не помню, почему была какая-то патия у нас, как раз по случаю, открытие, и меня Маша Зацеляпина, тогда живая, наш пиар-атташе, подводит к тебе, говорит, скажет, здравствуйте, а я плохо узнаю лица, это действительно, как болезнь. это с телевидения, и я говорю, здравствуйте, а вы у нас уже снимали, ты на меня смотришь с таким вообще негодованием, говоришь, я у вас только что целый час брала интервью, вот так я тебя запомнила, да, на всю жизнь, потому что ужас... В каком году Ани Лейбовиц приехала в Москву, и в... Это тоже что-то было из серии... Нет, это было 98-й или 2000-й, вот что-то, да, вот это было уже, потому что я уже... Я помню, что ты мне тоже позвонила и сказала, что кто может погулять, Саня Лейбовиц, с ней некому гулящу, я пошел с ней гулять на Красную площадь, водить ее, показывать, там мы сидели где-то, пили кофе, потому что тогда я уже, я помню, что я уже провел Гош Америки, и я понимал, что она такая, и я никак не мог понять, почему так все спокойно относятся к тому, что она ходит здесь по улицам, и она все мне говорила, она говорит, а ты с телевидения, ты не можешь, я мечтаю сфотографировать Путина, я хочу, у меня единственная мечта, я хочу сделать только Путина. Это она просто меня тоже просила, но мы ей делаем первую выставку в Москве, она была в Манеже, в рамках тоже фото Бьеннале, и мы договариваемся, что она даст интервью, нам пишут какие-то дикие райдеры, вот я тогда поняла, что такое райдер звезды, что у нее на завтрак, что у нее на обед, вот она 15 минут говорит с этим каналом, больше не будем говорить с другим каналом, в результате она приехала, ей все понравилось, я не случайно отправила тебя с ней на прогулку, после этого она осталась на дополнительные 3 дня в Москве, дала интервью всем, кому можно, то есть не было, по-моему, не было просто ни одного СМИ, о котором она бы не поговорила, она посидела на всех каналах, и у нее действительно была мечта снять Путина, но вот это мы тогда и не договорились с ней. И еще я сейчас помню, мы гуляем по Красной площади, и какая-то, значит, там бабушка тоже, когда приехали из провинции, видят нас, и говорит, ой, а вы нас не сфотографируете, значит, с вами, и дают ей фотоаппарат, понимаешь? Я не фотографирую, как с ведущим, когда программы «Доброе утро», не понимаю, что эти фото делают. Уэнни Лейбовиц, я думаю, что Уэнни Лейбовиц до сих пор есть в негативах, у нее там полный порядок абсолютно. Нужно бежать, у нее просто уже последний. А ты помнишь, каким образом, я у тебя на программу «Доброе утро» мыла полы, делала коктейли. Конечно. Я до сих пор это помню. Есть какие-то даже кадры оставшиеся, каких-то новогодних эфиров, а в Апатитах у меня есть, у меня папа был самым большим поклонником, и он на видеокассетах записывал мои выпуски. То есть сейчас вот утренних программ, их нигде нет, их даже в архивах «Гостелерадио» нет. А у меня сохранились видеокассеты, как ежедневно, чем жила страна и какие репортажи, какие гости. Потому что утренняя программа, она реально на это реагировала. Слушай, а вот для тебя лично, ну хорошо, у тебя есть экран, я понимаю, что он поглощает тебя, и ты там буквально через год становишься суперзвездой, и люди просят «Лейбовит» снять тебя на улице. Не «Лейбовит» снимают от тебя, это понятно. Но вот для тебя внутренне, чем были эти годы? Ты замечал это время? Нет, они действительно, ты прав, они пронеслись очень быстро, и вот все жили надеждой. Очень много фотографий здесь, молодых людей, у которых горят глаза, и которых, даже не молодых, которые выходят на улицу, они хотят что-то изменить, и верят, что это изменится. Я помню, как я иду по телецентру, полуразваливающиеся полы, какие-то совершенно ужасные туалеты, которые не зайти без слез, не взглянуть, и это в телецентре, и все живут ощущением, что это сейчас год-два, и все, все, все. Так изменилось. Изменилось, изменилось, безусловно. И туалеты наладились. Это первое, кстати, что изменилось, вот в общественных местах, вот туалеты, они были сигналом к тому, что страна меняется. И люди начинают себя уважать. Да, это вот это. Потому что... Я думаю, что вот сейчас то, что происходит в Америке, когда они скупают туалетную бумагу, все-таки вот эта ментальность, что ее присутствие, это главное, что есть в жизни, как стабильность, а у нас, ну, ее скупают, но не так... У нас только гречка, понимаешь, вот гречка у нас, это больше. у нас гречка больше, потому что это все-таки память войны. Войны, да. Вот что можно быть, если будет голод. Ну, я точно помню, как я в начале 90-х еду на съемку фильма куда-то там под Тверь, и я везу с собой подаренные мне пачки туалетной бумаги, привезенные финскими друзьями. Вот первые друзья это финские журналисты, которые снимают нашу культурную перестройку. Вот это очень хорошо помню, потому что туалетная бумага реально была знаком того, что все, что деградировало в Советском Союзе как просто бытовое жение, а еще появляются ножи. Ты понимаешь, появляются в кафе ножи. Я не знаю, как ты учился, я училась, я помню, что у нас в студенческой столовке МГУ были вилки, были вот эти оловянные ложки, было кофе бурда, которое всегда было с молоком другого, просто мы не знали, что оно есть. Если тебе надо было разрезать кусок мяса, который мы называли подошва, то надо было идти кокетничать на кухню, потому что, может быть, повар даст нож. Вот все, что было каким-то признаком цивилизации, потому что, когда мы сейчас смотрим фотографии 19 века, и крестьяне едят, у них блюдечко, чашечка и столовые приборы. И царский двор, у них другие блюдечки и другие чашечки, но они были, потому что только тем образом мы вот в этой повседневной жизни могли деградировать, когда у нас Брежнев едет на охоту и с друзьями, у меня кадры гениальные, у нас есть высокорусское застолье, они едят на газете, понимаешь? Вот они раскладывают на какой-то стул, и у них еда на газете, и это руководитель страны. Это очень важно, вот эта деградация какого-то бытового фактора, она показывает, каким образом все поехало и мгновенно в эти 90-е начинают собираться прежде всего основы культуры, потому что самоидентисти, я человек, это значит, я нормально ем, у меня нож, вилка, у меня туалетная бумага и туалет в телецентре таки действительно наладили. Это просто время, мы сегодня не помним, я помню, потому что я была все-таки молодая мама в это время, мне надо было кормить хотя бы ребенка, и это было счастье, потому что я ничего не помню. Все время был очень счастливым, ты отставил какую-то дикую очередь, приносил домой 100 грамм масла, и это была огромная радость, потому что в магазинах были подмерзшие свекла, тухлая картошка и много минеральной воды, еще и березовый сок, больше не было ничего. Мы сегодня говорим трудное время, но мы же из него выскочили. Вот у меня тоже ощущение. Нет, для тех, кто прожил, понимаешь, 90-е, школу 90-х, в магазинах, все остальное вообще ничего не страшно, выброшенная кукуруза в банках, это оказалось главным деликатесом. Я думаю, что мы жили на продукты, которые моему ребенку в школе выдавали, причем я еще кормила у себя кучу художников голодных, а он приносил из школы нам просроченные крупы, просроченные консервы, в основном почему-то германского происхождения, но хватало на всех. Вот я до сих пор помню дом, в который приходили поесть, да, окормила нас гуманитарная помощь. Ну, в общем и целом, как-то не очень страшно, если действительно мы это все время пережили. И оно все-таки довольно быстро заканчивается, за 10 лет, ну, что-то, ну, отстраивается, по крайней мере, значительными сегментами. Но чтение надежды и того, что время тикало так, что ты его не видел, вот я сейчас пытаюсь вспомнить событие, да, вот, появился дом фотографии. Кто сегодня помнит, что здесь была половина, то, что на Путинске смотрела магазин сантехника, а вот то, где мы с тобой сейчас стоим, это на месте ресторана Вотчина, где на полу было две огромные впитавшиеся в камни пола лужи крови, потому что там два владельца предыдущих просто были застрелены. Вот. Мы сегодня не понимаем скорости этих перемен, а ведь на самом деле этому времени сегодня совсем, оно совсем недавнее. Я думаю, что просто еще, вот, если все-таки углубляться в метафизику, вот то, что происходит сегодня, мне кажется, это всем планетам говорит, давайте остановимся хотя бы на несколько недель, потому что время так быстро идет, и, понимаешь, мы не успели оглянуться, скоро снова Новый год, да, вот эти ощущения, что снова Новый год, оно меня вот не покидает постоянно. Ты не успела сняться в огоньке, что-то ты делаешь, делаешь снова огонек, знаешь, здрасте. Мне кажется, тоже вот ничего не бывает случайным, это ужасно, так говорите, надо слушать иногда умных людей, во-первых, художники видят будущее, во-вторых, и крупный бизнес создать надо иметь таланты, когда Билл Гейтс пять лет назад предупредил, что опасность главная, это панэндемия, его никто не услышал, а я еще помню, как я следила по новостям за Эболой, поэтому я, когда беру людей работать, я всегда спрашиваю, какие новости они смотрят, потому что, когда мне гордо говорят, а мы не смотрим, мы умные книги читаем, поэтому Ленин у нас умер между 30-ми и 60-ми, вообще без зазрения совести, говорят искусствоведы, а это исторически в культе от МГУ, понимаешь, с красным диплом бакалавров искусств, ну 30-е, 60-е, все в полете, это на самом деле важно, вот в этом мире горячих новостей и какого-то дикого времени остановиться, и это не время каникул, это время какой-то внутренней работы, потому что посмотреть чуть-чуть назад, что мы видим будущее, только когда мы можем вернуться в прошлое, прошлое это просто проекция, чтобы найти свое идентичное, сейчас как-то тихонечко подумать, куда же мы будущим пойдем, что главное, что не главное, потому что сейчас, когда все окажутся замкнутыми дома, вот тут как бы начнется реальная проблема, что для нас главное, что не главное, даже когда мы можем работать на дистанции, что делает человек, которого выключили вот из потока, потому что это же, конечно, время и энергия, и мы сегодня просто живем потоком, который в миллионы и миллионы раз больше, я думаю, что это даже не, ну, во-первых, дисциплина должна быть, да, это именно самодисциплина, те, кто самодисциплирован, да, потому что ужасно хочется прижаться и пожать руку, а я смотрю, как наше правительство до недавнего времени жало руку, Андрюша, мы не жмем руки, наши 90-е с Андреем Малаховым, спасибо, Андрей, Друзья, спасибо огромное всем, кто был с нами, берегите себя, своих близких.